Всем привет, а я сейчас иду в дочке-сыночке забрать одну приколюшную игрушечку на обзор. Итак, вот что я купил. Всем привет, с вами Закупыч, и у нас сегодня обзор на тренд сезона. Это самая крутая игрушка, самая популярная, которую сейчас только делают. Это коллекционные наборы Lost Kitties. Lost Kitties, по-моему, так называется? Потерянные котята или котята-потерята. Хотя здесь у меня на коробке написано, смотрите, здесь написано игровой котенок в молоке, набор игровой котенок в молоке. А тут что написано? А тут написано Hasbro набор игровой 5 котиков. О, все это дело я купил в дочке-сыночке, ссылочки будут в описании, если кому интересно, кто захочет купить. Через интернет мне вышло дешево их купить, 1300 вот этот стоит, хотя обычно он стоит 1600, и 350 рублей маленький. Вот, так что откроем сегодня два набора, посмотрим, что там внутри, я буду открывать это дело впервые. Вижу, тут написано Packshop. Также еще в той.ру они продаются, тоже недорого, но в той.ру у меня магазин закрылся, дочки-сыночки у меня есть рядом с домом, поэтому заказал там. 5 пакетиков, 425 грамм стоит. Да, кстати, вот если Лол стоит так же или дороже, то этот прям такой тяжеленький набор, прям здоровенный. Вот этот стоит 350, здесь один котик от 5 лет. Открывать с какого мы начнем? Наверное, с маленького, хотя, смотрите, здесь написано в большом наборе, что тут написано, там где-то написано, а вот, в большом наборе должно быть 5 котиков, 10 каких-то игрушечек для котиков и 5 каких-то лотков. Даже не знаю, у меня еще котенок здесь позолоченный, говорят, что их можно, ну, определять наборы по разным цветам, то есть вот этот золотой с блесками, бывают другие какие-то, ну, не знаю, так говорят в интернете. Давайте начнем с маленького, откроем вот этого малюсенького, я специально положил сюда свой грязный коврик, потому что говорят, что тут есть песочек, который может высыпаться. Так, вот так он открывается у нас. Ага, и что же мы встречаем там в маленьком наборе? Мы сразу же встречаем вот такой плакатик. Давайте посмотрим, плакаты, насколько мне известно, тоже во всех наборах разные. Вообще, это, так сказать, американская игрушка, но в России у нас вот продаются тоже. Вот такие прикольные котята, мне тут больше всего нравится, я бы хотел себе вот такого кота. Напоминает мне мою кошку. Такой рыжий кот у меня тоже есть дома, такие с бутером. А, ну, это такие мемные коты, мем пицца, по-моему, был такой, и мем вот этот в хлебе голова, тоже был такой. А, и вот они, они все, которые бывают в наборах, то есть по 5 штук, бывают по одной штуке. Еще есть редкие, типа золотые, розовые, и есть легендарные коты, которые попадаются очень редко. В общем, можем попробовать собрать всю коллекцию. Кстати, давайте наберем 5000 лайков. Если это видео соберет 5000 лайков, тогда я разыграю среди подписчиков вот такой большой набор. Или закажу у вас в городе, в дочках, сыночках, вам привезут с доставкой. Или, не знаю, или пошлю почтой России, если вы из какой-нибудь деревни. В общем, давайте, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не подведите меня. Если вам нравятся такие видео, будем снимать продолжение. Так, это что такое? Это какой-то плакат. А, это просто, я так понимаю, инструкция. Hasbro, все дела. Я думаю, тут плакатик должен быть. Да, очень большая инструкция была. Так, ты, кот, лежи вот тут. О, жди своей очереди. Ага, вот и все. Коробочка пустая. Коробочки, говорят, тоже чем-то должны отличаться. Но это я не знаю. Вообще, кто разбирается в этих игрушках, пишите их про историю. Видите, у меня тут нарисован котик вот такой, который лежит. Довольный жизнью. Давайте попробуем тест на открывание. Так, открывается так себе, честно говоря. О, бывают уже подделки китайские. Так что смотрите аккуратно. Вон, кошка у меня орет, хочет внимания. И здесь у нас песочек. Вот такой, видите, тут это что такое? Штурвал напоминает. Можно ли его сразу отсюда? Не, не хочет вылазить. Сам не хочет вылазить. Ой, он такой прикольный. Кстати, может мы сегодня смешаем все песочки в один большой? Как вы думаете, смешать песочки или не смешать? Так, получается мы открыли чуть-чуть песочка. Да, это такой пластилин. Или как тесто для лепки получается. Пахнет. Пахнет тестом, как будто это просто тесто. Самое обычное. О, но оно такое, знаете, прям чувствуется, что импортное. Не то, что дешевые какие-нибудь наборы. Так, ладно. Это тесто мы сделаем вот такой кружочек. И положим вот сюда. Так, тут у нас еще есть тесто. И еще пакетик под ним. Получается, в лотке два пакета лежит. О, открылся. Все, лоток нам больше не нужен. О, здесь у нас геймпад. Это что у нас будет? Кот геймер, что ли? Единственное, что очень плохо это все отлипает. Да, отвратительно отлипает. Ну, это прям геймпад для котиков, смотрите. Фу, да. Этот песок сыпется. И вот такой у нас геймпад. И он, от него песок очень плохо отходит. Жалко. А, тут еще что-то есть. То есть, получается, две игрушки. С каждым котиком идет две игрушки. Это что такое? Это такой клубок ниток, судя по всему. Но ты будешь отлипать. Да, один минус этих игрух, что они отлипают. Кстати, давайте я проведу голосование. В правом верхнем углу будет голосование. Что вы думаете, кто круче? Котики или лол? Мне кажется, что котики покруче. Да, клубок ниточек вот такой. Так, все. И этот песок мы можем, получается, соединить. И вот так собрать со стола все остатки. Что-то у меня кошка орет прям, не может. Что у тебя за пор там? В лотке сидит и орет. Представляете себе? Ну, я думаю, это нам не помешает распаковать их сегодня. Потому что все-таки это же котики. Пускай орут. Да что случилось, Миссия? Так, тут написано, надо рвать вот так. Ага. Что это у нас? Ага. Это у нас, я так понимаю, должен быть внутри вот такой котик. Котик готов к зиме. Такой красавчик. А вы готовы к зиме? Котик готов. Положим сюда. Так, мусор убираем. И давайте уже открывать нашего кота. Как открывается пакет, интересно? Очень долго занимает распаковка. Извиняюсь, если видео затянется. Но я это делаю в первый раз, и мне очень интересно. Да, смотрите, у нас такой получается грустный кот, который не выспался с зимы. Все у меня прилипло, все в этом песке. Вот наш кот. Очень милый, мимимишный. Кс-кс-кс-кс. Че кричишь? У меня кошка орет. Миссия, миссия, кс-кс-кс-кс. Иди, смотри, какой котенок у меня, миссия. Кс-кс-кс-кс. Смотри, смотри, какой котенок. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Миссия. Не, кошка отказалась его нюхать. В общем, получается, нам в маленьком наборе выпала вот такая коллекция. Не знаю, редкий это, нередкий. Надо смотреть на плакате. Вот он, наш кот. Я так понимаю, это обычный кот. 33 Flakes. Почему-то называется NotFlight. О, вот так он выглядит. Кстати, интересно, этот клубок, может, на него как-то одевается. Смотрите. Кот-рэпер. Да-да-да-да. Почему здесь геймпад? Я так не могу понять. Ладно. Так, этого котика мы отложим сюда. Вот его, это самое. И вот его наклейка. Погнали распаковывать дальше. Оранжевый. Красный. Итак, пришло время распаковать большой набор. Тяжелый, полкило. Котят. Любители котиков, я думаю, должны обязательно поставить лайк. Если вы не поставили лайк, то значит вы не любите котиков и не уважаете их. Так, тут у нас вот так все дело нажимается. И должно, по идее, вот так открыться. Опаньки. И получается, постепенно мы их достаем по одной штучке. Чик. Он съезжает у нас. А тут еще было. А, между ними такие проставочки белые. Вот так посмотрите. Так, ладно. Ты оставайся тут. А здесь у нас тоже, смотрите, другой рисунок совершенно. Это у нас коты какие-то такие хитрые. Это у нас кот хочет покушать. Этот кот кушает рыбку. И какой-то кот японец, что ли, что это за прическа. О! Вот здесь намного лучше открывается, кстати. Вот там было бы хуже намного. Так. Открываетесь. Тоже белый песочек. То есть это кинетический пластилин, или как он там называется. Да, тоже мягенький. Ну, такой же. Кстати, он практически как лизун. Мне кажется, еще чуть его помять, и он будет тянуться так же, как лизун. Классный. А, тут получается песочка, смотрите, как у меня удачно вылезло. Распаковывать легче. Кошка, что ты орешь? Обязательно надо помять, чтобы понять, ничего там не осталось внутри. Чистенький веер попался. Вот такой, с какими-то этими. То есть, получается, вот этими штуками можно делать... Смотрите, берем, например, пластилин. Вот так его, хоп. И отпечатываем, видите, всякие штучки. То есть, можно еще играть ими. Так, получается, у нас вот такой веер. Здесь кто это? А, мышка, смотрите, у меня уже прямо целая коллекция геймпад и мышка. И здесь, смотрите, можно отпечатать мышку. То есть, на мышке компьютерной сзади мышка. Давайте попробуем сразу. Да, смотрите, она только не до конца. О, вот так мышка отпечатывается. Прикольно сделано. Кстати, очень большое внимание к мелочам. Так, пакетики с котятами мы оставим на потом. Приходится со стола постоянно убирать. Так, давайте откроем наклеечку. Наклейки неудобно придумали открывать. Или это наклейка, или это стикер. Да, по-моему, это наклейка. Так, на наклейке у нас вот такой хитрый кот, который охотится за рыбками. А где же рыбки? А рыбок-то и нету. Кстати, я думаю, себя завести рыбок. Скорее всего. Скорее всего, скоро у меня появятся рыбки на канале. Так что будем делать эксперименты рыбки против кошек. И здесь вот такой. Давайте я их не буду открывать, наверное, наклейки эти. Пускай они будут в обертках. Буду коллекционировать их. Это у нас кот ученый. Прям как у Пушкина. Кот ученый. Так, вроде как все. Кстати, тут намного меньше грязи вышло, чем в маленьком наборе. Видите? Опа. Ну, кстати, лотки, посмотрите, в маленьком лоток меньше, чем в большом. То есть в большом такие большие лотки прямо. То есть я советую все-таки, если покупать, то получается и выгоднее взять большой набор. Так что по ссылке в описании посмотрите на цену на большой набор в вашем городе. Если за 1300-1400, то берите смело. Если дороже, то смотрите еще где-нибудь. Я там, наверное, на несколько магазинов оставлю ссылки. Так, ага, открыли. И здесь у нас как раз-таки есть кот ученый. То есть какая наклейка, такой котик. Очень мимимишный. Интересно, кот ученый. Надо плакат сразу не убирать. Посмотреть кот ученый. Это какая редкая, нередкая. Да, посмотрите. Это типа какой розовый получается. Профессор. Это же он? Он, это он. Только почему-то он в других цветах сделан. Скорее всего, это, да, получается редкий. И скорее всего у меня все коты должны быть вот отсюда, из этой коллекции. Но сейчас мы будем смотреть. То есть пять штук должны быть вот такие. Ну, сейчас мы проверим эту теорию. Так это или нет. Сейчас какой нам кот выпадет. А, нет, смотрите, какой прикольный кот у меня выпал. Ха-ха, которого я и хотел. Который съел рыбу. О, вот такой, который сидит на аквариуме. Смотрите, тут тоже есть отпечаток. О, интересно, у того есть отпечаток? Видите, тут у них порядковые номера у всех. И у этого есть отпечаток прям под лапку. Такой милый. О, вот этот котик мне очень нравится. Получается, это из другой коллекции все-таки, да. Кот, который сожрал рыбу. Где он? Вот он, он, под номером 3. Третий кот, золотой, типа считается. О, вообще они, видите, другого цвета, не как на рисунках. Странно. Все, это мы распаковали. Мы их кладем вот сюда. Получается, да, в каждом этом наборе. А что, это два кота мне попало? Что-то странно. Так должно быть. Если их 5 котов, то получается какой-то лоток будет без котов. Смотрите, тут весь язычок. То есть я тяну за язычок и сразу вынимаю. О, это у нас тоже песочек какой-то другой. Как будто бы молоко шоколадное. Lost Kitties и какой-то кот один. Здесь, а нет, вот еще коты. Видите, рисунки нигде не повторяются. Везде разные рисунки. Открываем. Как бы тебе хочется аккуратно его вынуть, чтобы он не запачкал игрушки. Но этого не получается. Придется поддеть пальцами. Пахнут одинаково, по-моему. Только это чуть-чуть химией пахнет. И белые пахнут прям просто тестом. А вот это чуть-чуть химия есть. О! Я уже что-то нашел. Нашел гитарку. Вот такая гитара там выпала. Тоже она отпечатывается. Гитарка сюда. Так, что тут еще? Что-нибудь будет? Так, по-моему, тут ничего нет. О! Что это? Тут только один был подарок? А где еще? Должно же быть два. Две игрушки. Или не должно? Просто их, получается, каждый песок надо прощупывать внимательно. Чтоб ничего не пропустить. Может, там будет что-то мелкое-мелкое. Так, не. По-моему, ничего нету. Так, ладно. Убираем. Получается, одна гитара была. А, тут, скорее всего, один котик. И один к нему, получается, инструмент. А, мы же договорились, что не было. А, нет, этот грязный, надо его открыть. Так что, пока мне только не нравится, что этот песок очень липучий. Его фиг это отрешь. Ага, здесь у нас кот, который ждет свою кошечку дома на диване. Приходи ко мне лечиться. И корова, и волчица. Полечу тебя, кошечка моя. Мурка, ты мой. Так, кто это? Кто это? О, какой четкий котик. Вот это мой, походу, любимый котик. Посмотрите, как он стреляет глазами. Опасный котик. Класс. У него тоже лапка. Он тоже может оставлять отпечаток на этом, на песочке. Лапку свою. Кстати, давайте проверим. Так, лапкой. Оп. О. Посмотрите, какой след остался красивый. Все четкое. Да, это, кстати, прям целое приключение открывать такой пакет. Очень много всего попадается. Получается, здесь у меня шоколадный. Вот его наклеечка и гитарка. Отдельно. Как насчет обняться? Разуме с тобой самый-самый лучший, друзья. Достаем очередную нашу жертву. Опа. О, это какой-то клубничный песочек. Кто у нас тут нарисован? Тоже котик. Котик, который с ножкой кушает. Опять котик обжора, скорее всего, попадется. Хотя они, получается, видите, никак не связаны. Странно. Так. Вот мне не нравится, что песок этот нельзя вот так вытряхнуть. Вот было бы круто, если можно было вот так вытряхнуть. Так. Вылазька. О, он так прилип сильно, пипец. Мне кажется, возможно, они так прилипают, потому что хранятся на складе, где горячо. То есть там же бывает, знаете, отопление там плохое или там слишком сильное. Поэтому, возможно, они такие липкие. Если в холоде полежат, будет лучше. Так, здесь у меня мишка. Мишка, вылазь. Так, опять же, сейчас придется мишку этого оттирать. О, смотрите, он весь в этом молоке. А, ну да, это ж молоко, получается, называется. Котята в молоке. Значит, скорее всего, это молоко. Ну, это мои догадки. Кто профессионал, я по-любому знаю, что это видео будут смотреть профессионалы в таких игрушках. Так что пишите вообще все, что вы знаете про них. Чтоб я в следующий раз, когда буду их снимать, подготовился. Вот такой у нас мишка. Косолапый. Это специальная версия для России, походу. Но он такой и больше для сна. Так, здесь у нас был, получается, смотрите, один. Один котенок и одна игрушка, получается. Ну, кстати, вот этот лучше пахнет, чем шоколадный. Шоколадный прям вонял. Этот прям тоже тестом просто пахнет. Никого там точно нет. Я постоянно, мне кажется, что я там что-то забуду внутри. Постоянно проверяю каждую детальку. Так, убираем. Здесь у нас вот такой спящий котик. Котик спит, он устал. Скорее всего, сейчас будет тоже, значит, котик Соня попадется мне какой-нибудь в пакете. Наклейки, получается, связаны все с котиками. Мне вот эти пакеты тоже неудобно открывать. Они так мнут наклейки. Мне это не нравится. Почему нельзя было сделать какой-нибудь надрезик аккуратный? Хоп. Давайте, котята, двигайтесь. У вас братва приходит еще. Открываем. А на пакете тоже что-то нарисовано. Смотрите, тут маркировка есть. 184. 18N. Возможно, это уже номер его. 18N. Есть тут такой. Под номером 18 котик, который лежит на чашке с кофе. Давайте проверим. Может, он есть? Нет, это просто... Ой, какая милота. Вы только посмотрите. Я должен вставить какую-нибудь музыку. Мил-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Ой, какой миленький. И тоже у него лапка, смотрите. Кстати, у него даже какой-то рисунок просматривается. Как трещины, что это такое. Посмотрите. Под пластиком трещины. Ой, такой милый спящий котик. Да. Сюда его. Ой, милота этого видео зашкаливает. Вот он, под номером 22, этот котик спящий. Надо будет их отметить потом, какие у меня есть. Радуги, все мои любимые цвета. Так, открываем следующего. О, походу мы подбираемся к концу. Смотрите, что это такое. Здесь какой-то... Что это вообще? Это надо как-то аккуратненько открыть. Получается, здесь скотч. Сейчас мы его отклеим. Или лучше его разрезать, наверное, аккуратненько. Разрежу его аккуратненько. Вот так вот. И все. Какая-то картонка. Типа котики в подарок. Не знаю, пишите в комментариях, что нужно делать с этой штукой. Вот это браслет. О, часы. Ходить с ними. Ладно, уберу пока сюда. Нет, вот туда подальше. И тут какой-то песок разноцветный. Странный. Может быть, он будет совсем другой даже? По ощущениям. Открывается очень легко. Ой, блин, не показал им рисунок. На рисунке кот в очках. Кот какой-то закрывает рот. Что-то делает. Тут кот в каком-то аквариуме сидит. Возможно, кто-то даже сколлекционирует эти пакетики. Но я, скорее всего, их выкину. Опа. Открыли. Ой, он такой липкий. Он самый липкий из всех. Так, здесь у нас... А, ну вот, как раз-таки, который... Это я видел тоже такой мем был. Помните картинка, когда кошка лежит в таком аквариуме? Зой Паламотис какой-то. Так, я его открывать не буду. Пускай он так лежит. Вот сюда положу. Какой-то другой. Он прям как лизун. О, здесь две игрушки, кстати. О, они прям прилипают. Фу, какой он липкий. Как будто бы лизун испорчился. Да, он какой-то другой по составу. Он какой-то прям липкий-липкий. Как мне отмыть потом эти игрушки? Так, это у нас какая-то клубничка или пирог. И на отпечатке будет какой-то попкорн, что ли. Да, это, походу, как, знаете, попкорн, типа, вставляется в стакан. И здесь у нас тоже какая-то еда. В общем, в этом пакете, получается, у меня... То есть, в этом лотке последнем у меня все связано с едой. Это тоже, да, попкорн как будто бы. Все в этом песке. Сейчас пойду потом мыть. Я потом помою и сниму их красиво. Как это все должно быть. Попкорн тоже сюда. Да, и этот очень липкий песочек. Да, он прям как лизун тянется. Он другой по составу. Ну и пахнет он не так вкусно. Он пахнет химией, скорее всего. Смотрите, у меня даже пальцы не оттираются от песка. Так что, да, приготовьте поверхность, на которой вы будете играть в этот песок. Ну да, он так тянется, как лизун. А вот эти штучки, это как бумажки. Просто цветные бумажки. О, видите? Блин, это видео, походу, на час будет. Ну, распаковка котов целый час. Ладно. Так, песок. То есть молоко, не убегай. Все, семью. Сейчас просто Милана еще поиграет в них. Блин, все прилипло. А-а-а! О, что это? Это что-то другое. Нифига себе! Я сначала подумал, что там лизун внутри. Смотрите, это кот большой. Блестящий, прозрачный. И он сидит в миске в этой. Это прям супер легендарный кот. Мне кажется, по размеру он даже больше остальных. Смотрите, какой он здоровенный. Он, наверное, больше в полтора раза остальных котов. Очень большой, очень классный. Вау! Котик, ты супер! Я тебя обожаю! Он такой блестящий. А лапки у него нету, что ли? Нет, походу, лапки у него нету. Его можно вынуть из миски? Не из миски его тоже вынуть нельзя. Вау! Прикольный кот вот этот вообще вещь. И что у нас там осталось все? Двигаем лапками под ридом! Так, тут у нас осталось... О, тут много ништяков всяких. О, и тут пакет какой-то, смотрите, сбоку. Все. Судя по всему, все. Потом можно будет эти лоточки, скорее всего, хранить даже здесь. То есть картонками мы их перекрываем. Чик-чик, то есть накрываем. Вот так, хоп, каждые лоточки вставляем дальше в башенку. Так что лучше их не выбрасывать. Это какая-то писанина, скорее всего. Как и в маленьком. Просто писюлька. Да. Это просто почитать в туалете. Ладно. Это мы поняли. Это что у нас? А, это плакатик такой же, как у меня в маленьком выпал. Они, плакаты, походу, одинаковые, да? Нет, плакаты разные. Смотрите. А, здесь список, получается, котов, наверное, какие могли быть у меня здесь. А у меня какие? У меня вот этот. Вот этот. Вот этот. Вот этот. Непонятно. Я не понимаю, как это. Серия 1 называется. А, здесь те же самые рисунки, смотрите, что и в маленьком. То же самое. А с этой стороны? А с этой стороны все по-разному. Да, и блестящего кота в этом списке, по-моему, нету. Который сидит в этой в кружке. А здесь есть, видите? Вот он, типа, самый крутой. Еще, может быть, в коробочке. О, в коробочке тоже прикольный. Ладно, эти плакатики мы не будем выбрасывать. Это у нас какой-то пакет. Смотрите, какой прикольный пакет. Красивый. Скорее всего, здесь нужно хранить этих. Пластилин, чтобы он не высыхал. Да, потому что, видите, тут зип-пакет. То есть он застегивается. И сюда можно выкинуть весь пластилин. О, ну не пластилин или как-то правильный. Песок генетический, но вы меня поняли. Так, в общем, вот такой пакет там. Кошка опять пришла что-то вынюхивать. Что пришла? И это что это? Еда для котиков? Или что это? Сейчас будем выяснять. Какие-то маленькие баночки. Напоминает, как банки со сливками для кофе. Одна сливка упала. Вторая сливка. Или фиг узнает. Может, это не сливки. Может, это какой-нибудь... Не знаю. Напоминает, как банки со сливками. О, вот такие баночки. Смотри, тут везде разные котята. Здесь, скорее всего, для них будут игрушечки всякие. Даже не знаю. У меня весь стол занят в этих котятах уже. Давайте открывать. О, вот так их поставлю башенкой. О, открывается отлично. Кошка, ты что делаешь? Тут кошка подпитается, она меня не знает, есть. О, открыл. Что это? Какая-то игрушка для взрослых. Что это? Пишите ваши предположения в комментариях. Какой-то продолговатый ворсинистый предмет. То есть, это такой, видите, рельефный. Не знаю, что это. Это жесть какая-то. Что, все? Больше тут ничего нет? У меня на столе уже места не остается. У меня сейчас задочка уже в садик надо идти. Я тут все распаковываю. О, это мышка. Мышка-нарушка. А ты тут что забыла? А мы тебе искали. И опять же, тут у нее забито вот это все. И она еще куда-то вставляется. Видите, тут какой-то механизм. Она может вставляться куда-то и крутиться, что ли. О, какая-то шестеренка в ней присутствует. Как вот это доставать потом? Я не знаю. О, мы это сделали. Это отпечаток пиццы получается какой-то. Так, мышка. Тоже сюда. У меня под ногтями сейчас будет песок уже. Так, ну я подцепил. Так, это какой-то... Что это? Это типа телефон. Телефон, на котором рыбка отпечатана. Что это вообще? Какой наркоманс я это вообще придумывал? Да, рыбка отпечатывается. Телефон с рыбкой. Ладно, понято. Дальше. Надо быть очень внимательным. Тут очень много всяких отсылочек. Это вот вообще все неспроста. О, это же... Утюжок. Ну, вы меня поняли. Это для лотка, скорее всего, этот... Выгребная... Выгребная лопата для лотка. Задолбаешься все это потом очищать. Вот она, лопата. Получается, внутри у нас была... Лопаточка. Вот такая малюсенькая. Потом мышка, которая куда-то еще вставляется. Телефончик. И огурец. По-моему, это огурец. Такой какой-то цвет он странного. Так, ладно. Получается, сколько у нас тут всего приколюшек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, десять предметов. И раз, два, три, четыре, пять. Пять котиков. И еще из моего маленького котика. Так, ну что, давайте, наверное, смешаем у нас все эти кинетические пески в один, чтобы их легче было хранить. Красный свет, стой! Начинаем наш замес. Начнем с малюсеньких вот этих. Сейчас я все выберу. Опа. Сюда. Чик. Эту штуковину. Опа. Сюда. Эти. Сюда. Сейчас у нас что-то получится. Но это не точно. Сюда. Теперь выкидываем сюда разноцветный. Вот этот с блесточками. Потом выкидываем сюда клубничный. Очень много этого песка или как он там пластилин. Ну, короче, молока этого шоколадного или какое-то. Очень много. Кстати, в группу ВКонтакте, в мою, можете это скидывать, фотки, какие у вас есть котики. Я потом, когда много-много людей пришлет, выложу одним постом в вашей коллекции котиков. Если у кого-то, конечно, есть. Если у кого-то такие штуки продаются. Возможно, это только у нас продаются. В Подмосковье такие. Но я верю, что у вас в ваших городах тоже такое есть. В любом случае, если что, закажете себе. Если вам очень захочется. Так. И маленький лоточек, который в маленькой коробочке был. О! Вот целая кучамба получилась. Смотрите. Целая кучамба коробок получилась. Вот таких. О! Блин. Они даже не держатся. Смотрите. Целая кучамба вот такая коробок получилась. И сейчас мы... Ого! Давайте замесим его. О! Вот это, я понимаю, кайф. Вот это пластилинище. Это царь пластилин. Походу, получится цвет неизвестно какой. В общем, смотрите. Вот такой цвет получается. Где-то 5 минут я умешал. И вот такой шарик у нас получается. После всего этого. И стоит, смотрите. Он даже прыгает. Этот шарик, я думаю, весит килограмм. Ну, то есть, грамм 400. Может быть, даже полкило. У меня аж все в квартире трясется. О! И он принимает, к самому главному, свою форму. Смотрите. Если я на него надавлю, он постепенно принимает свою исходную форму. Правда, это долго дождать. Но, в общем, он так упругий. Прямо как настоящее тесто. О! И вот такая пирамида у нас получилась. Это вообще жесть. Такая дубина. Ей убить можно. О! Обручальное кольцо! Непростое украшение! В общем, все, народ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте поставить колокольчик. И можете даже подписаться на мой инстаграм. Там тоже выходит много всего прикольного. В общем, все полезные ссылки, которые вам нужно знать, все это находится в описании. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok